Дизайнер из Петропавловска организовала бесплатные обучающие курсы в женской колонии. На протяжении трех месяцев осужденные обучаются пошиву женской, мужской одежды и аксессуаров. За месяц начинающие швеи изготовили мужскую дубленку, платье и нижнее белье. Где планируют реализовать изделия, расскажет наш корреспондент. Благотворительные обучающие курсы кройки и шитья Зарина Черняева проводит не впервые. На этот раз ее выбор пал на исправительное учреждение. По словам дизайнера, женщины здесь отличаются дисциплиной и трудолюбием. Девочки меня собирают на фестиваль в Туркестан. Я участвовала в конкурсе Брунномат, это конкурс ремесленников. Я вошла в финал и поеду представлять наш регион с изделиями. Я, получается, все покупаю за свой счет. Я купила оборудование, приобрела манекен для девочек, для женского белья. Это необходимо, чтобы они знали и понимали, как проводить примерку, где закалывать паровая система. По завершению курсов осужденные получат сертификаты. Новый навык пригодится в трудоустройстве, что поможет им погасить исковую задолженность. У нас функционируют четыре индивидуальных предпринимателя. В основном на швейное производство, есть теплица по выращиванию овощей, зелени. В прошлом году открыло животноводство. Боди, пижамы, корсеты. По словам Зарины, технологию пошива женщины запоминают быстро и сразу же применяют в практике. У Кристины Аскаровой опыт шитья был, но вот нижнее белье она создает впервые. Очень сложно, аккуратность нужна, все подетально. Во-первых, нужно все скласти, а потом подетально все сшивать. Мастер, соответственно, нам все объясняет и учит. Мы пробуем, делаем. Если делаем какие-то комплекты, то два, два, три дня. Умение работы со швейной машинкой голодным его обладателя никогда не оставит. Полученные знания всегда пригодятся женщинам и на свободе. Размеры нижнего белья в магазинах одинаковые, а женщины все разные. Бывает сложно найти подходящий комплект под свою фигуру, а потому пошив индивидуального неглиже будет пользоваться спросом среди клиенток. На сегодняшний день в исправительном учреждении отбывают наказание более 250 женщин. Наталья Итова, Диль Нуржанов, Служба Настей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова